С начала войны у нас вообще проблемы сейчас с людьми Вообще нет, потому что в городе не осталось работы А зоопарк работает, работает стабильно, платит зарплату И на сегодня у нас 200 человек работает в коллективе А поскольку мы сейчас можем брать людей на места тех, кто уехал То мы быстренько находим людей, это касается в основном рабочих по уходу Обучаем этих людей, и люди работают Но работает, конечно, в основном костяк Это где-то человек 150 Которые никуда не уехали, не бросили в зоопарк Самые первые тревожные 2-3 недели просто жили в зоопарке И сейчас еще живут Для того, чтобы рано вставать, не добираться, не рисковать Быть на месте, и поэтому мы работаем И, в общем-то, животные у нас и убраны, и накормлены, и ухожены 25-го числа зоопарк закрыт для посетителей Для посетителей Зоопарк работает А вот последние 4 выходных мы открыты для посетителей Работаем с 9 и до 4 часов В субботу, воскресенье, да, только по выходным Людей мало, конечно, потому что в городе много людей уехало Но, тем не менее, люди приходят Удивляются тут нашей обстановке Благодарят за то, что сохранили зоопарк Что самое уютное место в городе осталось Куда можно прийти Приходят и с детьми, и просто приходят взрослые люди Для того, чтобы здесь посмотреть животных и отдохнуть Это большая работа На где-то пятый, седьмой день Я понял, что у нас входных билетов не будет Людей нет Потом стала очень сложная обстановка и с финансированием бюджетным И мы, я обратился к горожанам К украинцам И вообще ко всему миру Купите билет онлайн Таким образом поддержите зоопарк А вы знаете, это получило огромный отклик по всему миру Люди покупали билеты не только в Украине, не только в городе Покупали билеты и в Англии, во Франции, в Германии И мы собрали достаточно большую сумму донатов И благодаря этим деньгам мы сейчас, собственно, и живем Вот По сути, содержание зоопарка сейчас полностью находится На вот этих донатах Благодаря этим донатам Так что мы очень благодарны людям, которые поддержали зоопарк Ну и кроме всего, еще у нас большие связи с зоопарками Европы Вот Мы много лет и давно дружим И поэтому мы уже несколько раз получали там 2-3-4 тонны Сублимированных кормов из зоопарков Берлина, Таллина, Варшавы, Праги Лодзи Вот И у нас сейчас большой запас сухих кормов не только там для кошек и собак А для конкретно зоопарковских животных В частности, и для фламинго, и для жирафов И для приматов, и для обезьян Вот И мы, конечно, очень благодарны нашим горожанам Волонтерам, которые очень здорово помогли Вот этот период Потому что разрушились тендеры Люди оказались на оккупированной территории, которые выиграли тендеры Перестали поставлять корма Мы сейчас заново объявляем тендеры К сожалению, они не проходят На этой неделе я попросил посчитать Примерно, какая же сумма кормов была передана зоопарку Так вот, это около 3 миллионов гривен Мы получили кормов бесплатно В качестве помощи для кормления животных зоопарка Но со своей стороны Николаевский зоопарк за время войны заплатил Удивительный, конечно, факт Мы заплатили в бюджет города 14 миллионов гривен Это за счет того За счет той помощи, которую мы получили из-за рубежа Люди оказали помощь зоопарку Но мы по закону должны были заплатить налоги С этих денег И вот 14 миллионов нами перечислено в бюджет города Зоопарк работает, корма есть Была проблема большая с водой Месяц не было воды За это время мы заказали и оплатили изготовление двух скважин Скважин на территории зоопарка, они работают Это вода, которая сейчас в зоопарке Это вода из-под земли Вода, которая поступает благодаря нашим скважинам И город нам помог и установил нам два осмоса Для очистки этой воды Потому что вода условно питьевая, жесткая Один осмос у нас работает А второй осмос, вот мы сейчас в процессе запуска Это промышленный осмос, который будет давать Где-то 9 кубов очищенной воды в час Слава Богу, дай Бог, чтобы воды под землей хватило Для работы этого осмоса То есть зоопарк вошел в ритм Живем тревогой и надеждой Весна, лето, период размножения животных Это, в общем-то, традиционно период получения молодняка Вот во время войны 6-го, нет, 8-го марта Родился дальневосточный леопард И потом родились сервалы, белорукие гиббоны Еще кто-то из приматов там, из некрупных Игрунки, мартышки Вот, родились у нас малыши у ар Есть, сейчас растут Сервалы, я уже сказал У копытных животных на горке козлов родились малыши Вот, ламы родились В общем-то, это традиционный период размножения животных Но последние годы мы стараемся ограничить получение молодняка По рекомендациям европейских координаторов Потому что с каждым годом все сложнее куда-либо пристраивать рожденный молодняк А мы просто так его отдать не можем Мы работаем по европейским программам Поэтому некоторые виды сейчас ограничены в размножении Но молодняка много, растет молодняк Это белорукие гиббон Ранее их относили к человекообразным обезьянам Сейчас их вывели в другое токсономическое разделение Теперь они малые человекообразные обезьяны Это обезьяны старого света Они живут в Юго-Восточной Азии В тропических лесах дождевых Основной особенностью гиббонов является их способность передвигаться по деревьям Если другие обезьяны используют для этого в основном все четыре лапы И иногда если есть хвост, то и хвост То гиббоны приспособлены полностью к передвижению на руках, на передних конечностях Этот способ передвижения называется брахиация Заключается он в подвешивании на руках, раскачивании и перелетании с ветки на ветку Порой на невероятные расстояния до 10 метров И более прыжки с высоких деревьев на более маленькие деревья Ну в общем, это основная особенность этой группы животных Гиббонов несколько видов В нашем зоопарке представлено их два Один представитель рода именно хилобатис гиббоны И это белорукий гиббон Второй это сиаманги Это большие гиббоны черные Они у нас тоже содержатся и размножаются Это амурские леопарды или дальневосточные леопарды Обитают на Дальнем Востоке, как понятно из названия Особенностью этого подвида является то, что он является самым крупным среди всех леопардов Которых достаточно много подвидов сейчас насчитывается Ну и основная особенность то, что считается, что это самая редкая кошка на планете Численность их постоянно сокращается Вино этому, конечно же, антропогенная деятельность Ну и в скором времени мы можем просто потерять этот вид Если зоопарки и природоохранные учреждения, скажем так Природоохранные территории не будут активно размножать и расселять животных в природу Двое малышей рысят, вот им уже больше двух месяцев Один рысенок должен уехать в Подольский зоопарк Мы уже в обмен получили, уже получили черных лебедей и рысенок выедет туда Подрастут дети, будем думать, куда отправлять Судьбой дальневосточного леопарда, безусловно, будет заниматься координатор европейский Но я думаю, что мы этого самца, который родился, уже оставим себе в зоопарке для ремонта Ну остальные молодняк увидим, может быть, по зоопаркам Украины разъедутся Может быть, у нас останутся то ли обмен, то ли по программе мы бесплатно отдаем Потому что мы получаем бесплатно и отдаем бесплатно животных Очень часто нам последние три месяца нам приносят животных жители города И мы сразу откликнулись на просьбы До нас зоопарк під час війни і без війни також надходят дуже багато тварин Серед них переважна кількість – це птахи Надходят тварини, оскільки не завжди люди мають можливість за ними доглядати Зараз військові дії люди, на жаль, повинні покинути свої домівки І не завжди виходить забрати з собою тварин Оскільки собак котів легше перевозити за кордон То, на жаль, з птахами все набагато складніше Потрібно робити довготривалі дослідження, оформлення документів Це не дуже в нас прийнято обробляти тварин, вакцинувати двамашніх птахів Тому здебільшого птахів переносять люди сюди, до зоопарку Для того, щоб їм зберегти життя Щоб бути спокійними, щоб вони не загинуть, не голодною смертю Не вилітять десь на дві, оскільки це здебільшого папушки Вони не зможуть призвичаєтись до нас у зимовий період Тому вони перебувають на карантині у нас Карантин проходить один місяць Птахи, які були на утриманні в домашніх умовах у людей Проходять місяць Птахи, які вилучені, бувають такі випадки контрабандою З кораблів, літаків Це птахи, вилучені з природи Вони в нас перебувають карантин протягом трьох місяців Оскільки бувають сховані хвороби Латентні періоди хвороби, хронічні хвороби За місяць вони можуть не проявлятися А за три ми їх точно побачимо Единствено, кого ми не беремо, це кошик і собак Тому що нам негде тримати Кошик у нас і так вистачає на території зоопарка Наші, креслови А собак негде тримати Ну а всяких там присмикаючихся хамелеонів Ящериц, змей, птиців, попугаів Хамелеонів, хомячков, шіншил, куніц, хорьков Це ми приїмаємо, люди віддають, діти плачут Ми приєдем, ми заберем Говорю, конечно, приєдете, заберете А вот где-то вже місяць назад Из посад Покровського привезли двух поней Поселок был полностью разбомлен По полям, по дорогам ходили брошеные коровы, пони И вот бойцы позвонили, возьмете поняшек? Конечно, возьмем пони, сейчас у нас Потом пришла хозяйка этих пони Там таргедія произошла Был сильно ранен хозяин, он сейчас в больнице Мы забрать не можем, нам некуда забирать Дом разбомбили, пусть они пока поживут у вас Ну вот они сейчас у нас живут на карантине отдельно Придет время, конечно, мы вернем этих поней Хамелеоны, большие попугаи, ара, золотая, арована Очень интересная рыба, у нас не было ее в коллекции А так, в основном, это условно домашние животные Ну арована в аквариуме живет, ары в орнитологии Там, где у нас коллекция с попугаями И пони в вольер рядом с жирафами Они поставлены на довольствие, получают корма У них убирают, чем от обычных, конечно Увидимся Увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!